Понятно? Очень нужен я там, в темноте. А если ты там, в темноте, никому не нужен, тебе не распогодится. Потому что жизнь человеческая предназначена для подвига, а не для балдежа. И если ты не можешь это понять, то у тебя не будет облегчения сейчас. Ты будешь ныть, искулить и думать, почему мне так не повезло. Почему мы живем в такое время, что нет никакого счастья? Потому что ты зря тратишь свою жизнь. И вот это время, которое сейчас пришло, оно вскрыло твою проблему. Проблема заключается в том, что твоя жизнь бессмысленна. Ты просто так живешь. Нужно жить для чего-то большого, светлого. И тогда, если ты живешь не просто так, то тогда смотри, как ты будешь мыслить. Ты будешь совсем по-другому мыслить. Ты будешь это светлое и чистое делать, ради чего ты живешь. И это будет подвигом. И потом, когда, если ты уцелеешь, ты будешь вспоминать это как чистая, светлая память. Ты будешь говорить, что это самое лучшее время было в твоей жизни. Когда ты отдавал полностью свою жизнь тому, ради чего ты живешь. Потому что тогда, в это тяжелое время, у тебя не было выбора, а сейчас уже есть. Понимаете? Вот, вот. То есть есть скупые люди, которые постоянно стонут, когда трудности. А есть те, которые мобилизуются и отдают свою жизнь тем, кому надо отдавать. Вот, допустим, у меня есть один знакомый. Он в Москве пошел волонтером спасать всех больных коронавирусом. Пошел просто сам служить всем. И он познакомился там с девушкой, которая организует вот эту службу всех волонтеров. И она точно такая же. Просто вся жизнь направлена на помощь людям. И вот эти люди постоянно и день и ночь заботятся, заботятся там о других. Или врачи вот эти вот, которые ходят в этих ужасных балахонах, где ни кожа не дышит, ни нос, ничего. И постоянно служат, служат людям. Вот кто сейчас испытывает счастье в это время. И те, кто-то из них принимает это все, а кто-то нет. Те, кто принимает, они очищаются и они становятся очень чистыми, светлыми, как личности. Поэтому в тяжелый период в жизни есть люди, которые испытывают огромное счастье в жизни. У них облегчается в сердце, все обиды проходят. Потому что они очищают свое сосуществование правильной жизнью. Правильная жизнь человека – это подвиг. Понимаете? Вот в чем смысл человеческой жизни. А если человек видел этот подвиг или сам его совершил, то сердце его начинает радоваться. И оно очищается от всех обид. Но если человек не понимает цель человеческой жизни и смысл, то тогда чуть-чуть труднее стало и все. И дальше просто постоянно обиды, просмотры всяких дерьмовых передач, вот этих всех обиженных людей по интернету, которые говорят, что все все неправильно, правительство плохое, постоянно все не так им. И все хуже с жизни становится. Они со скалом злорадным это нам рассказывают. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok